Тамара Григорьевна Здравствуйте К чему пришли и что обсуждали? Основным вопросом, который обсуждали вчера Это были поручения президента Российской Федерации Которые были даны по результатам форума здравоохранения Который состоялся в сентябре 2015 года И основным вопросом, и единственным вопросом При обсуждении этот вопрос был кадровой ситуации Здравоохранения в Республике Бурятия Как у нас регионе обстоит ситуация? Ситуация кадровая сложная, но она прогрессивно улучшается В результате реализации различных программ Которые сейчас работают в здравоохранении Как регионального уровня, так и российского Это позволяет значительно улучшить кадровую ситуацию здравоохранения Особенно по врачам И поэтому есть подвижки по реализации программы Например, Земский доктор Когда более 500 врачей пришло работать в сельское здравоохранение И из других регионов В масштабах, в период, вернее, реализации этой программы И, соответственно, дальше эту программу следует продолжать Каких врачей не хватает? Каких кадров нехватка? Острая нехватка ощущается врачей терапевтов участковых Врачей педиатров участковых Врачей акушер-гинекологов участковых Ну и врачей более сложных специальностей Таких как реаниматологи, неонатологи и так далее И вот как раз те поручения, которые президент дал Они позволят и на этапе подготовки этих кадров То есть подготовка должна носить целевой характер И проводиться как раз в отношении, прежде всего, врачей Тех специальностей, которых значительно не хватает И на этапе закрепления кадров медицинских Уже после окончания вуза, да, при приходе на работу Вот программа «Земский доктор» Она рассчитана на более молодых специалистов у нас сейчас, да? И какие-то там изменения вот должны быть Что за изменения? Может быть, опыт, возраст, что еще там изменится? Значит, изменения очень существенные предложены в эту программу Прежде всего, в этой программе теперь должны принимать участие Не только врачи, но и фельдшера, и акушерки То есть сельское здравоохранение, вновь пребывающие акушерки и фельдшера Могут также получать финансовую поддержку Кроме этого, возрастной ценз участников программы увеличен до 50 лет А также увеличена доля Федерального фонда медицинского страхования Финансирование этой программы, то есть доля региональных бюджетов снижена Это позволит региональным бюджетам на тех же средствах, которые они тратили на реализацию этой программы Привлечь большее число кадров в сельское здравоохранение Еще один вопрос касаемый лекарственного обеспечения К нам очень много обращается инвалидов, которые говорят о том, что не хватает в аптеках медикаментов Почему так происходит и как с этим справиться? Мы считаем, что в основном нехватка медикаментов связана с нехваткой финансовых ресурсов для обеспечения С другой стороны, почему не хватает финансов? Основной ведущей причиной является то, что абсолютное большинство инвалидов, к сожалению, отказываются от участия в программе бесплатного лекарственного обеспечения В пользу получения денег ежемесячных То есть в пользу монетизации Но надо сказать, что чем больше пациентов отказывается от лекарств, тем меньше становится их доступность Поэтому, конечно, хотелось бы, чтобы пациенты это понимали и все-таки оставались в программе лекарственного обеспечения Это позволит аккумулирование вот таких более серьезных финансовых ресурсов Позволит и лучше обеспечивать потребности Стоит делать выбор в пользу лекарств? Все-таки надо делать, особенно тем пациентам, которые очень в них нуждаются Например, больным с сахарным диабетом и другими серьезными заболеваниями Спасибо вам большое, Тамара Григорьевна Ну, я еще раз напоминаю, что у нас в гостях была руководитель рабочей группы Социальная справедливость при ОНФ в Бурятии Бедагаева Тамара Григорьевна Ну, а мы продолжаем Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин